День с толком Они первые, кого мы видим, появляясь на свет. Сегодня Международный день акушерки. Как добраться до Москвы за наградой? Семиклассница Избийска победила во всероссийском конкурсе сочинений о войне. Правительство страны вводит запрет на экспорт гречки на все лето. С 5 июня по 31 августа из России нельзя вывозить гречиху после сбора, шелушения и грубого помола. Так, уверены чиновники, можно сохранить внутренние запасы крупы и не допустить роста цен. Чтобы вы понимали, лидер по закупке российской гречки Китай. Почти в половину меньше приобретает Латвия, и только за ними идут Украина, Литва, Япония и другие страны. В нынешнем зерновом сезоне крупу вывозили в 2,5 раза чаще, чем за весь прошлый год. Из-за этого цена на внутреннем рынке выросла на 39%. Чтобы удержать рост, решили увеличить пассивные площади, а также ввести запрет на экспорт в течение лета. На складах Алтайского края сейчас 203 тысячи тонн гречки. Этого хватит до осени. В Зитьково раскол. Две половины Алтайского села соединяет мост. Но с весенними водами переправу размывает, и жители оказываются отрезанными от мира. А недавно на переправе произошло ДТП, едва не унесшая жизнь человека. Как живут в Алтайской глубинке, расскажет Валентина Аскерова. Лежь бы не завалился, ебать его. Выпрыгивай, дядя Коля. Еще бы 5 метров, 2 метра вперед, на эту железку бы упал, и не было бы дядя Коли. Дядя Коля водитель из Казахстана. На днях приехал в Зятьково за пшеницей, обратно отправился по тому же пути. Глиняному мосту и попал в историю. Мерзлую, кто, только дурак, насыпет глину на этот мостик. Она подтаяла, земля под ним ушла и упала в речку. Смогли умереть? Могли. Видать, Бог еще не принимает там, надо по земле ходить. Вы сюда еще поедете? Нет, больше в жизни не поеду. В первую очередь забежал, дверь открыл, вытаскивать его. Вдруг воды нахлебался. Я по России проехал, и такой шикарной дороги, как здесь, я ни разу не видел. Вытягивали КАМАЗ четыре трактора с местной фермы. КАМАЗ был гружен пшеницей. Эта пшеница где-то 15-17 тонн сейчас вот тут лежит. То есть люди, которые купили пшеницу, понесли ущерб порядка 200-250 тысяч. КАМАЗы пусть и полупустые, но уехали. А вот местным жителям ехать некуда. Мост, где произошло ЧП, соединяет две части села. Весной единственную переправу разорвало водой. Каждый год делаем глину, засыпаем, осенью разбудываю, копаю, весною сносит, по новой начинаем. Так, говорит, селу развивайся. Развиваемся. Вот сейчас хорошо, вот рыбалка будет. 25 тонн туда свалили, семенного зерна, и все. Теперь мы будем с рыбалкой, рыбой будет. Мы сдаем молоко, мы живем в сельском хозяйстве, мы не можем молоко даже сдать. Потому что у нас молоко несколько дней к нам не приезжает, нет дороги. Мы оторваны, мы просто оторваны от мира. Мы не в район не можем попасть, если случится. Скорая приезжает, она у нас стоит на той стороне. Но это дело случая. На днях людям должны были ставить прививки от ковида, но врачи не смогли проехать. И бездорожье омрачает жизнь не только живых. Здесь провели целую операцию, чтобы похоронить местную жительницу. За умершей приехала газель, но перевезти ее на ту сторону, там находится кладбище, она не смогла. Глиняный мост не вариант, пешеходный тоже, он слишком узкий, и машина бы элементарно не проехала. Тогда местные жители пригнали оазик. Он был без бензина, пришлось сливать с газели на внедорожник топлива. И только тогда удалось перевезти женщину на кладбище и, наконец, похоронить. В сухую погоду по глине проехать можно. Местные жители пользуются этим бонусом, запасаются лекарствами, продуктами впрок. И ждут, когда власти района выполнят обещание, данное полтора месяца назад. Проблема частично решится в ближайшее время. Как только будут поступить щебень на площадку Камня-Наби, мы завезем на данную дамбу. Более конкретных сроков завоза щебня глава не назвал, но пояснил, что бетон на переправе не может быть и речи. Население села слишком маленькое, 650 жителей. А вот увеличить пропускную способность реки, чтобы дамбу не размывало, реально. Принято решение подготовить проект, поставить современную водопропускную трубу большого диаметра. И, соответственно, очебенить подъезды, съезды и саму поднять сам уровень дамбы, для того, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не происходило. Этот проект будет готов лишь в конце 2021-го. Лишь в следующем году станет известно, выиграло ли село в лотерею или жителям, и дальше придется как-то выживать. Эти люди забытые. Они не могут даже продукты на ту сторону переправить. Я не знаю, их надо раком ставить. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Они первые, кого мы видим, появляясь на свет. Сегодня Международный день акушерки. Главные помощницы акушеров-гинекологов. Они выполняют незаменимые обязанности. Сегодня расскажем об одном необычном пути в профессию и о том, как акушерки трудились в разгар пандемии. Тимура, давай покажи ко всему свету, как ты умеешь. Приложили к груди. Это самое начало жизни Тимура, который благодаря кесаревую сечению появился на свет. А помогла ему в этом Гаина Слинько. Акушерка сегодня на рабочем месте. Она отмечает профессиональный праздник. Причем в профессии она оказалась самым неожиданным образом. В 35 лет практикующий юрист с высшим образованием пошла в медицинский колледж на акушерку. Выбор всей жизни помогла сделать случайность. У второго ребенка я пришла рожать сюда. Так получилось, что по месту жительства я отношусь ко второму роддому, но он был закрыт на помывку. И меня привезли сюда. И после того, как я родила здесь ребеночка, я поняла, что это мой не родильный дом, а родной дом. Потому что настолько здесь отношение к женщинам, к их детям. Настолько здесь замечательный коллектив, что я сменила профессию. Я получила среднее специальное образование. Вот уже 15 лет Галина не может представить себя в другой профессии. Говорит, впервые два года принимала роды и плакала. Акушерство считает одним из лучших призваний для женщины. Тем не менее, в пандемию работа акушеров, как и остальных врачей, было много тяжелее обычного. А именно второй роддом при 11-й горбольнице стал обсервационным. И уже не первый раз в своей истории. Почти все время своего существования здесь принимали зараженных мам. И только пару лет назад статус обсервационного был потерян, пока не пришел ковид-19. Сложилось мнение в мире, что мы победили все виды инфекции, вирусы, вакцинации, антибиотиками, бактерии. И теперь можно обойтись без роддома, который берет все, что опасно для окружающих, так можем сказать, в составе многопрофильного стационара. А эти функции можно переложить на отдельные боксированные палаты в каждом отдельном роддоме. Но когда пришел новый вирус, роддом при 11-й больнице взял весь поток ковидных рожениц на себя. При этом и акушерки, и акушеры-гинекологи, которые работали в противочумных костюмах, и которые несли ответственность за жизнь ребенка и каждой матери, не потеряли никого при коронавирусных родах. А сегодня, в день акушера, выписали последнюю маму, поступившую с коронавирусом. Чем не подарок? Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком. Варят тоннами. В Алтайском районе Алтайского края прошел самый алтайский конкурс профессионального мастерства. За звание лучшего сыродела поборолись шесть мастеров с крупных предприятий. Там побывали и мы. Но почему нас так и не угостили сыром, узнаете из сюжета. Реки молочные в учебном цехе Международного колледжа сыроделия. Чтобы выяснить, какой сыродел края самый зрелый, достаточно дать ему сделать сыр. Но жюри конкурса профессионального мастерства решила, этого недостаточно. Каждый из участников должен был сделать примерно по 100 килограммов. На каждого по тонне молока. Внесение компонентов, свертывание молока, обработка молока, обработка уже сгустка, потом зерна обработка, потом уже слив зерна, потом прессование, потом посолка, потом уже созревание сыра. На конкурсе горячо, сырные головы отлетают, но это не сильно приближает к финалу. Победителя жюри объявляет ни в день конкурса, ни завтра, ни через неделю. Чтобы понять, какой участник на голову выше других, придется подождать пару месяцев, пока сыр дозреет. Тогда и только тогда последний этап оценки жюри – дегустация. В прошлом году победительницей оказалась студентка последнего курса колледжа сыроделия, хотя ей противостояли мастера с 30-летним стажем. Это опыт, однозначно знакомство с новыми людьми, возможность показать себя и побывать свои силы, ну и гордиться собой в конце концов. Гордятся и своим продуктом. Кстати, мастер высокого класса может понять, какого качества перед ним сыр, без лабораторных исследований, хотя и биохимический анализ проводить обязан уметь. Кстати, профессионалы признались, что если на полках сетевых магазинов удается найти хотя бы процентов 40 натуральных сыров, уже хорошо. Хотя алтайское молоко позволяет делать самые качественные сыры, даже твердых сортов, вкуснейшие, как нам говорят, только вот нам. Попробовать их так и не удалось, сыру еще зреть и зреть. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком. Денисову пещеру признали особо ценным объектом культурного наследия. Распоряжение об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Краевые власти добивались этого статуса для пещеры с 2017 года. К слову, это первый археологический объект, внесенный в список особо ценных. Напомним, именно здесь, на территории Солонешинского района в 2008 году специалисты обнаружили фалангу пальца. До этого неизвестного подвида человека. Его назвали Денисовским. С тех пор раскопки там не останавливаются. Ученые обнаружили останки уже четырех денисовцев и двух неандертальцев. А новый статус Денисовской пещеры, Денисовой пещеры, должен привлечь к объекту еще больше интереса со стороны туристов. Кстати, в 2019 пещеру предложили включить список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение объявят после 2022 года. Скудное озеленение и отсутствие общественных пространств – это большая проблема. В ходе акции «Лес Победы» в Павловске началась работа над созданием новой аллеи памяти. Подробнее об этом расскажет Артем Гусельников. Столько людей, ребятишек, взрослых, стариков. Вообще здорово. Это так объединяет. И вообще все прекрасно. Ну и посадка деревьев – это вообще круто. И кажется, это общее мнение. Жители Павловска массово поддержали «Зеленую акцию», которая здесь проходит впервые. Хотя «Лес Победы» уже восемь лет. Мы проводим это уже восьмой раз. И в более чем 30 муниципалитетах посажены деревья в совокупности более 100 гектар леса уже существует. Все понимают о том, что память о наших земляках, которые участвовали в Великой Отечественной войне – то есть это одно из проявлений, которые каждому есть возможность реализовать. Когда-то компания начала с заращивания гарей 90-х. А потом решила помогать восстанавливать в регионе зеленые насаждения. И это актуально. На территории городов и поселков не хватает растительности, считают ключников. Поэтому в Павловске для аллеи памяти выбрали густонаселенный, но мало озелененный микрорайон. Здесь высадили яблони, рябины, кустарники, засеяли газон. Я думаю, что лет года через 3-4 она уже будет полноценный вид. Почему? Довольно быстро растущие растения. Буквально в течение месяца-двух мы здесь организуем и построим новый тротуар. Тротуарную часть, дальше предприятия холдинга присоединятся уже с зонами для пешеходов. Поэтому я думаю, что через 3-4 года это уже будет аллея с полноценными растениями. И несмотря на то, что мероприятие в Павловске проводят впервые, участие в нем приняли почти 400 жителей. И хотя в полном расцвете аллею видят только через несколько лет, люди надеются, что таких акций будет больше. В мае 45-го война закончилась не для всех. Советские войска продолжили боевые действия на Востоке. Туда перебросили и армейца Ивана Николаенко из Заринска. Спустя 78 лет накануне одного из главных праздников страны с ним встретилась Анна Раша Гирова. Ивана Николаенко война коснулась покасательной. В 43-м году ему было 17 лет. На фронт не попал, а вот в армию призвали. Сначала в Читу, а в 45-м его дивизию перебросили в Китай для борьбы с японскими милитаристами. Давно это все было. Забываешь. Даже номер дивизии забыл какой. К 94-м годам воспоминания о войне почти стерлись. И, как говорит ветеран, наверное, к счастью. Но временами картинки из прошлого мелькают перед глазами, иногда мешая заснуть. Китайцы. А бедно они жили. Ох, бедно. Китайцы жили. Просто совсем голые. Ходили. Там зимы не было. Иван Нефедорович говорит, ему повезло, что служил на Востоке. А два старших брата встретились с фашистом. Один пропал без вести под Брестом, второй дошел до Берлина. Бесстрашием сыновья пошли в отца. Тот тоже дошел до Германии и вернулся домой. Нас было в семье пятеро. И вот остались так. Сейчас я один остался. Все умерли. Все братья, сестра умерла. Один остался. Чтобы победить японцев, советским войскам потребовалось меньше месяца. 3 сентября 1945-го Вторая мировая закончилась. Правда, юноша домой возвратился не сразу. Вплоть до 50-х служил в Чите. И только после вернулся домой, женился. А через несколько лет в семье родилась дочь Татьяна. Но это уже жизнь после войны. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Семиклассница 40-й школы Бейска одержала победу во всероссийском конкурсе сочинений без срока давности. 7 мая Полину Ротову и преподавателя Надежду Шестакову ждут в Москве на торжественной церемонии награждения. Билеты уже куплены, чемоданы собраны. Осталось дождаться даты вылета. Хотя изначально эта поездка была и вовсе под большим вопросом. Подробнее расскажет Евгений Плохотин. С утра хмурится небо, накрапывает дождь. Но вот здесь очень хорошо у тебя получилось. Такое предложение сложное, посмотри. Тему для своего победного сочинения Полина Ротова тоже выбрала непростую. В основном школьники писали про своих ветеранов. У Полины они есть, но ее тронула другая история. Про небольшую белорусскую деревню Хатынь, которую в годы Великой Отечественной войны уничтожил карательный отряд. Сожгли почти 150 жителей, половина из которых дети. Живыми остались всего несколько человек. Один семинетный ребенок выжил. Он был под мамой до конца этой разрухи. У него было ранение только по ноге. Он выжил все-таки. Полина призналась, что когда писала свое сочинение, то невольно наворачивались слезы. В голове она прокручивала те страшные события. И даже представляла себя на месте ни в чем невинных детей. Возможно, именно поэтому работа получилась настоящей и без фальши. Каждая строчка этого сочинения призывает, побуждает к действиям. К действиям, направленным на то, чтобы в сегодняшнем мире прекратить фальсификации нашей истории. Всероссийский конкурс сочинений проходил в несколько этапов. Полина прошла региональный, а после работу отправили в Москву. В итоге первое место в номинации за международную значимость представленной темы. Я считаю, что для нашей 40-й школы это очень значимо. Среди других городских школ таких победителей в этом конкурсе нет. И всего три человека из Алтайского края приглашены в Москву. Мы очень рады и счастливы. В столице пройдет торжественное награждение финалистов. Оно состоится в Музее Победы. Полина Ротова приглашена туда вместе со своим учителем по русскому языку и литературе Надеждой Шестаковой. Хотя изначально поездка в Москву была под большим вопросом. За проживание и питание платят организаторы. А вот перелет за свой счет. Полина из многодетной семьи. И такой суммы нет. За поддержкой обратились к Андрею Абрамову. Причем вышло это совершенно случайно. Надежда Шестакова обратила внимание на открытку, которую получила от депутата АКЗС накануне Дня Учителя. Андрей Александрович сумел исполнить самое заветное желание Полины Ротовой. Мама Полины тоже выражает огромную благодарность. Она счастлива за свою старшую дочь, которая 9 мая встретит в Москве на Красной площади. И станет участницей главного парада победы. Молодец. Я очень горжусь дочей своей. Она молодец. Полина уже собрала чемодан, куда положила наряды на каждый день, а также туфли на каблуках. И, конечно, не забыла про Георгиевскую ленточку. А еще для себя решила, что обязательно подойдет к ветеранам и скажет спасибо за победу. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. Считанные дни до самого главного спортивного события года на Алтае. Кубка Мира Погребли на Байдарках и Каное. И хотя точного списка гостей из-за карантинных мер все еще нет, Барнаул готов к приему целой армии туристов. И речь не только про спортивные объекты. Слово Артему Гусельникову. Почти две недели и Алтай станет центром Мира Погребли на Байдарках и Каное. А это значит, на Кубок в Барнаул приедет целая армия гостей. Доедут ли все 20 тысяч, как планировалось изначально, до сих пор не ясно. Границы закрыты. Но в краевой столице готовятся по максимуму. Канал в отличном состоянии, инфраструктура построена, закуплены лодки на 150 миллионов. Об этом вы уже знаете. Готовы и уже волнуются те, кто гостей примет. Мы обновили все. Обновили стены, обновили пол. Здесь прям был капитальный ремонт номера. Новая мебель. Если обратить внимание на кровати, то это уже современные спринт-боксы, которые используют во всем мире. Гостей со всего мира примут 39 гостиниц краевой столицы. 34 из них для болельщиков. Например, это. Кроме мебели здесь обновили текстиль. Все по евростандартам. Статус гостиницы без звезд. Но руководство надеется, что болельщикам будет комфортно. Для них также действуют категории номеров, в том числе люкс. В одной из гостиниц, где разместят спортсменов, решили обойтись без ремонта. Зато меню изменили. Питание уже нужно сбалансированное. В меру утром одно, вечером другое. Поэтому наши гости предпочли шведский стол утром и шведский стол вечером на ужин. Естественно, туда добавляется витаминизированный больше стол. Это фрукты, овощи, соки, морсы. Еще один нюанс – восстановление после соревнований. В дни кубка в местной спа-зоне определенно будет работать массажист. В ожидании такого приятного гостя, как спортсмены этого соревнования. Ну и надеемся, мы тоже от них подзарядимся таким драйвом и активной позицией жизненной. Ориентир у нас был 50 стран, 500 спортсменов. На самом деле уже предварительные заявки есть от 54 стран. Уже 37 подтвердились. То есть здесь же такой процесс идет постепенно-постепенно. Точных дат, после которых станут известны все имена, никто не называет. Тем не менее, в ближайшие дни должны определиться составом российской сборной. Войдут ли в нее алтайские спортсмены – главная интрига. В любом случае, болеть за Россию стоит прийти. Барнаул станет столицей мира по гребле с 21 по 23 мая. Артем Гусельников, Андрей Печеркин, Николай Шелко. День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не только по телевизору, но и в социальных сетях, и на YouTube. А для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. И до встречи. Субтитры подогнал «Симон»